...молодежь на учебные достижения. Известные и успешные люди отправляются в школу и делятся своим опытом. Некоторые даже на языке жестов. Репортаж с Кирмандой Бальчуты. Акция «Миссия выполнима» в Латвии проходит уже шестой год подряд. За это время в 70 школах побывал 91 учитель. В этом году участие в акции приняли и глухие, и слабослышащие школьники. В Рижской специальной школе-интернате урок биологии проходит при помощи переводчика. Глава крупной фармацевтической компании языком жестов не владеет. Зато на личном опыте может рассказать о том, как можно целенаправленно осуществлять мечты. Он раздал школьникам по три листка, попросив их расклеить на стене один за другим все выше и выше. Первый листочек вы приклеили там, где вам было удобно. Проще всего оказалось наклеить листок где-то на уровне глаз, не поворачивая и не поднимая головы, не глядя по сторонам. Это то, как мы себя обычно ведем. Мы видим только то, что у нас под носом. А потом был второй листочек, который вы наклеили выше, но без особых усилий. А потом поступило задание приклеить листок как можно выше. И выяснилось, для этого можно залезть на стул или немного подвинуть соседа. В восьмом и девятом классе дети с нарушением слуха учатся дважды. Для того, чтобы одолеть сложную программу, им требуется не два, а четыре года. Но это вовсе не значит, что они не могут поступить в ВУЗы. Меня интересует архитектура. Я бы хотел быть тренером по баскетболу. Хотел бы связать свою жизнь со спортом. Директор интерната уверена, ее воспитанники могут стать хорошими специалистами. Например, химиками или физиками. Как всемирно известный ученый Томас Эдисон, который тоже был глухим. А вот такие уроки помогают обратить на глухих детей внимание предпринимателей. Главное, чтобы в обществе продвигалась мысль, что люди с нарушением слуха могут так же хорошо работать, быть ответственными работниками, быть способными работниками. Конечно, им нужно помочь больше, чем обычным людям. Но важно то, чтобы предприниматель узнал, знал и не боялся брать на работу человека с инвалидностью. В свою очередь, министр образования и науки Вячеслав Домбровский преподнес урок культурологии для воспитанников Рижской литовской средней школы. Вот уже 13 лет он читает лекции студентам в ВУЗе. Но со старшеклассниками министр встретился на уроке впервые. Но сегодня впервые именно в средней школе. То есть обычно более студентам в ВУЗов. А нравится учить? Ну, если это происходит не слишком часто, то да. В 10 классе есть и такие, кто намерены пойти по пятам Домбровского и стать министром образования. Ну а девочки, как водится, мечтают о модной индустрии. Есть уже план действий? То есть что нужно сделать, чтобы стать министром образования? Ну, учеба должна быть хорошая, акценки должны быть достаточно хорошие. Ну и дальше стараться. А политика? Политика? Ой, не политика. Мне очень нравится мода, нравится изучать краски. Поэтому я хочу быть стилистом. Акция «Миссия выполнима» продлится до пятницы. Завтра за учительский стол сядет премьер-министр Валдес Домбровский, с которой на уроке физики расскажет 12-ти классникам о свойствах электромагнитных волн. С Керма Табачета, Гонти Свелдманис, телекомпания ТВ5.